друзья перед просмотром ролика хочу вам порекомендовать свой канал на дзене хотите знать хотите знать это канал для тех кто любит окунуться в мир тайн загадочных преступлений и невероятных исторических событий здесь вы найдете увлекательные статьи и видеоролики с моей озвучкой которые раскроют вам самые интересные факты необычные истории и удивительные события произошедшие в разные эпохи подписывайтесь чтобы всегда быть в курсе захватывающих загадок прошлого и настоящего ссылка в описании поездка в скуратово автор рассказа петр котельников расстояние до станции скуратова верст 8 не больше за пару часов справлюсь думал пантелеохапков усаживаясь в сани розвольни жена перекрестила мужа на дорогу хоть гражданская война и закончилась но мужички кое-когда пошаливали не часто бывало но пошаливали а сегодня задание большое доставить на станцию уездное начальство по какому такому случаю оно тут околачивалось пантелей не знал не делал крестьянину вмешиваться в то что с самого начала непонятно выбор на пантелея пал потому что лошаденка у него получше порезвее других выехали хоть дорога и не накатанная но снег не глубокий ехать можно шевеля вожжами пантелей мучительно думал над сложным вопросом вот война закончилась о земле не слышно говорили землю будут давать подушно но так чтобы всем досталось может вот этот начальник и ведает таким вопросом дел темное а спросить неудобно справа от дороги метрах в двухста густые заросли кустарника хоть листья и опали а просматриваются слабо от таких мест всего ожидать можно и правда неожиданно грянули выстрелы что-то ударило в голову но времени не было чтобы проверять пантелей настегивал лошаденку прорвались тишина протирая ладонью лицо пантелей заметил кровь но ее было мало и крестьянин успокоился уездный начальник на поезд сел а пантелей не торопясь и с опаской домой покатил на обратном пути и все было спокойно приехал распряг лошадь корму ей подкинул сани поставил на место и вошел в избу разделся на печь полез арина жена спросила может поужинаешь да нет не буду ответил пантелей голова от чего-то разболелась вот уже два дня храпит пантелей на печи вставать бы пора а не встает арина не стала будить мужа пусть отдыхает крестьянской работы зимой немного сама справлялась на утро третьего дня пантелей слез с печи и стал вести себя и работать как и прежде ничего особенного за мужем она не замечала да и чего замечать у здорового как бык сорокалетнего крестьянина прожил пантелей восемьдесят два года и представился скоропостижно еще накануне здоровым был а утром встали а он холодный приехал следователь велел ввести старика на вскрытие как не просили следователя чтобы старого не вскрывать согласия не дал арина еще живая на эту пору говорила подергивая худеньким плечиком и зачем это делают непонятно ведь стар он уже а то что ни разу в жизни ничем не болел так это хорошо понавыдумывают всяческих законов а мужику от них не легче а вскрытие показала что сердце и не выдержала потом еще доктор приезжал спрашивал когда стреляли в пантелеймона вспомнила арина про ту далекую поездку да и рассказала что стрелять то стреляли но не попали же а случай с пантелеймоном вавиловым действительно уникальным был у него в полости черепа была обнаружена пуля в соединительной капсуле образовавшийся от времени пуля лежала на турецком седле как она не повредила важнейших анатомических образований удивительно входным отверстием была правая надглазничная область под верхнее веко пуля вошла то что она была на излете это ясно генетическая энергия была небольшой будь иначе она бы там иных бы дел натворила одно в деле не укладывается расстояние выстрела да кто ж теперь это проверит как мне теперь туда добраться да искать те кусты ведь сорок два года пролетела леска понадобилась это теперь хорошо рыбакам любителям пошел в магазин а там чего только нет деньги были а прежде и рыболовный крючок был в дефиците не только леска откуда ее взять коли а полимер их понятия не имели добывали леску старинным способом из конского хвоста ну хозяину лошади не трудно сделать а вот подростку как быть и решился ванька крутов выдернуть самому из хвоста лошадки вроде бы и смирной была вроде бы и сбок подбирался вроде бы и лошадь глазом в его сторону не косила а вот не уберегся легнула она да так метк в самый лоб угодила задним подкованным копытом пал на земь ванька долго не двигался потом уже люди набежали матери сообщили то голося тонким голосом долго причитала над непутевым сыном как ему теперь жить придется когда на земле кусок мозга ванькиного остался лежать межрайонную больницу повезли там определили вдавленный перелом лобной кости с повреждением головного мозга я получил постановление о производстве судебно-медицинской экспертизы через две недели после случившегося Ивана Супрунюка я разыскал в пятой палате хирургического отделения Ливинской межрайонной больницы на лбу в самом центре на глаз была видна деформация лобной кости свежий розового цвета рубец со следами хирургических швов не слишком портил внешний вид пятнадцатилетнего худенького подростка он был необычайно подвижным и слишком разговорчивым просто рахтел как горохом сыпал словами отметил я некоторую дурашливость и кривляние вот и все из истории болезни извлечь что-то особенное мне не удалось описание хирургической обработки раны использование широко распространенных в то время антибиотиков пенициллина и стриптомицина и все еще менее информационными были записи в дневнике болезни что поделаешь хирурги скупы на слова да и работы у них много у подростка к счастью повреждение ограничилось лобными долями мозга где расположены зоны интеллекта а брать за основу дурашливость и многоречивость подростка не следовало будь это даже взрослый человек я бы не решился взять эти критерии за основу для того чтобы судить об изменениях нужно знать основы поведения до травмы здесь без дополнений близких родственников не обойтись здесь сам мозг потерпевшего не подскажет недаром лобные доли мозга в медицине называют немыми происшествия в болхове невелик город болхов но хорош самый настоящий российский город где проживала на ту пору что я описываю тысяч 18 жителей в городе до революции было 46 церквей собор и монастырь я побывал в этом городе дважды оба раза пребывание было кратковременным связанным с моей профессиональной деятельностью поэтому не мог знать сколько церквей там функционировала в первый раз мне предстояло произвести эксгумацию тела перед этим скрывавшегося судебно-медицинским экспертом гореликом проверка проводимая судебно-следственными органами определила несовпадение материалов дела с данными судебно-медицинского заключения следствие зашло в тупик по заключению горелика смерть потерпевшего наступила от удара тупым предметом в голову сопровождалась внутримозговым кровоизлиянием следствие располагало данными о наезде автомобиля но привлечь к ответственности шофера с таким заключением эксперта было невозможным я эксгумируя труп поразил с той небрежности эксперта с какой он подошел к серьезной работе череп был вскрыт но остальные полости тела не вскрывались если бы горелик вскрыл бы грудную клетку он бы обнаружил множественные переломы ребер слева по передней подмышечной и околопозвоночной линиям тела что свидетельствовало о наезде транспортного средства но переезда тела не было прокурор был доволен результатами моей работы мы сидели в его кабинете когда он позвонил в областную судмедэкспертизу поблагодарил областного эксперта жучину татьяну ивановну и посетовал на то что у него в производстве есть еще два нераскрытых дела тупиком для производства которых является судебно-медицинское заключение я понял что речь идет еще об эксгумациях тел жучина ответила чем дело у вас находится эксперт выносите постановление о производстве эксгумации и приступайте к делу да мне не повезло возиться с разложившимися останками человеческих тел тут слово неприятно не может передать всей полноты гаммы чувств эксперта результаты эксгумации были такими же трупы почти не вскрывались о результатах было сообщено областному эксперту та предложила всем трем выехать к ней прокурору мне горелику вот мы сидим все четверо жучина говорит обращаясь к прокурору что делать будем по закону судмедэксперт подлежит уголовному преследованию вы вправе возбудить уголовное дело горелик черноволосый тридцатилетний мужик побледнел на лбу его выступили мелкие капельки пота жучина обращаясь к горелику ты не эксперт никогда им не станешь я знаю о твоей тяге к хирургии вот и занимался бы своей хирургией и не лез бы в судебную медицину твоя судьба сейчас в руках прокурора если он найдет необходимым тебя простить учитывая твоих двух малолетних детей то скажи ему спасибо прокурор я не стану возбуждать уголовного дела против эксперта у меня сейчас на руках заключение дающие возможность раскрыть нераскрытые дела жучина предложила горелику написать заявление об увольнении по собственному желанию что тот с облегчением тут же и сделал а болхов остался без эксперта правда ненадолго скоро это место занял новый судмедэксперт макаров с именем макарова связано чрезвычайное происшествие в мирном и спокойном городке около дома в котором проживал учитель математики местной школы был обнаружен труп его жены с обширнейшей травмой головы топором была буквально снесена крыша черепа при осмотре происшествия была допущена грубейшая ошибка в присутствии мужа убитый следователь задал вопрос эксперту как вы думаете кто бы мог совершить это убийство да что тут думать ответил макаров конечно муж в это время все трое двигались в направлении к дому оставалось буквально несколько шагов когда учитель вынул из кармана нож и отступил спиной к двери начал отбиваться от наседающего следователя следователь милиции маленький кругленький убеждал рослого учителя брось нож я говорю брось нож два рядовых сотрудника милиции вместо того чтобы помочь следователю позорно уходили прочь расстегивая кобуры наганов учитель вошел в дом закрыл дверь на ключ зарезал двух своих малолетних детей а затем всадил нож себе в сердце вот и пришлось вместо одного трупа скрывать четыре не знаю сделала ли из этого вывод милиция